Спартаку же ответный матч в Кубку Уэфа проводить в Бухаресте. Впрочем, о двух совершенно разных играх красно-белых разговор особый, по причине их необъяснимой полярности. У Спартака на этой неделе было две новости, хорошая и плохая. Начнем с хорошей. В четверг москвичи не оставили камня на камне от сильного бухарестского «Динамо». Результат был, мягко говоря, неожиданный. Не ожидали, если честно. Я не ожидал, конечно, что мы так вот именно забьем столько мячей. Я думаю, никто этого не ожидал, в том числе и мы. Но дело даже не в счете, а в том, как забивались мячи. Начало разглому положил Пьянович. Великолепный мягкий пас в штрафную выполнил Калиниченко. Сербский нападающий опередил защитника и первым касанием пробил румынского вратаря Дельварта. Во втором тайме тот же Калиниченко сделал передачу Титову. Мяч вновь отскочил к 14-му номеру хозяев. Тот вошел в штрафную и пробил в ближний угол, к чему Дельварт вновь оказался не готов. Но это были еще цветочки. На 62-й минуте в ложе прессы просто схватились за голову. Комбинация в духе прежнего Спартака, Калиниченко. Титов откинул мяч Максиму. Тот в касании разрезал оборону гостей. И Пьянович не сильно в противоход вратарю катнул мяч в дальний угол. А затем Павленко сделал то, что заставило вспомнить волшебные мгновения игры суперзвезд. Согласитесь, на наших полях такое можно увидеть редко. Да и не на наших, не часто. Впрочем, все просто. Я продвинулся. Может, я не знаю, вратарь думал, что я буду с удара бить. Но я перебросил. Я думаю, может быть, случайно получилось. Ну, так-то иногда на тренировок. Стараюсь так убить, но не забил он на тренировок. Первый раз получилось. 4-0. И вряд ли есть вероятность того, что Спартак не выйдет в следующий раунд. Есть вероятность, если нам забит 5. Есть. Но я думаю, это из области фантастики. Спасибо. Спасибо.